Встреча с Верховной Радой Встреча с Верховной Радой Встреча с Верховной Радой Встреча с Верховной Радой В ответ на это протестующие с помощью коктейлей Молотова стали поджигать машины, которыми были перекрыты подступы к Раде. Милиционеры и бойцы внутренних войск бросали гранаты с крыш домов. Началась беспорядочная стрельба резиновыми пулями. Лидер партии «Удар» Виталий Кличко призвал президента Украины прекратить насилие и активизировать подконтрольных ему депутатов в Раде. Я обращаюсь к президенту. Уберите, пожалуйста, Беркут и внутренние войска с улиц. И дайте команду парламенту. Он должен проголосовать о возвращении в Конституции 2004 года. Коллега Кличко Олег Тегнебок сообщил журналистам, что проект постановления Рады был зарегистрирован в секретариате. У оппозиции появилась надежда, что силового противостояния удастся избежать. Нужен простой политико-правовой акт о том, что мы живем по Конституции 2004 года. После этого можно голосовать за создание Конституционной комиссии и начать подготовку к реальной конституционной реформе. Но уже через час стало понятно, что инициатива оппозиции по ограничению полномочий президента в очередной раз провалилась. Проект постановления все же не был зарегистрирован. Остановить противостояние не удалось. В Мариинском парке, прилегающем к Верховной Раде, сосредоточились сторонники действующей власти, привезенные преимущественно из южных и восточных областей страны. Вместе с милицией они бросились преследовать отступающих участников блокады, избивая палками и ногами отставших. В ходе противостояния от пулевых ранений скончались 9 человек. Кто стрелял, пока неизвестно. Многие ранены. Есть пострадавшие и среди милиционеров. В них попали брошенные камни. Над центром Киева клубится черный дым от сожженных покрышек. Слышны сирены многочисленных карет скорой помощи, развозящие раненых по больницам.